Есть такой украинский, уже фактически ставший народным анекдот с такой, что ли, грустной ухмылкой. Реформы ваши закончились или еще хуже будет? Вот на этом этапе мы понимаем, что поменять страну без реформ невозможно. Но как пройти этот процесс безболезненно и, главное, с результатом? Не просто затянуть пояса и ждать чего-то, а затянуть пояса и понимать, что вот через какой-то отрезок времени, 3-4 года, результат будет осознанным, ощутимым. Китайцы еще говорят, не дай Бог, жить в период реформ. Насправді, коли Порошенко хвалится про то, что реформи дают свой результат, найкращий результат реформ – это уровень жизни людей. Сегодня, на жаль, бедных в Украине стает еще больше, беднейших, и поревняно и с минулыми периодами. Кроме того, когда, посмотрите, бюджет, который подал уряд на наступный рік, фактически немае зростания заработной платы, потому что это зростание, которое предбачено 300 гривен, оно зъедается инфляцией, зростанием цін, и это залишается зарплата на уровне того же року. 4 миллиона украинцев отримают минимальную зарплату 120 евро в перерахунку за гривень. У сусідней Польши минимальная зарплата 520 евро. Поэтому, на святки реформ, політика, которую проводит нынешняя влада, они ведут Краину до того, что она будет банановой республикой, которая торгует сировиною, землей и дешевой рабочей силой. Я не говорю про реформи, но реформи уже у людей оскомено набили, и я клайливое слово. Я скажу так, что Краине треба радикальна зміна экономической политики, и, в целом, радикальна зміна национальной политики. Это, в первую очередь, восстановление экономики, подолание бедности, захист национальных интересов, прекратить торговать сировиною, торговать готовой продукцией, дешевые кредиты для национального бизнеса. И главное, это величезная проблема, это трудовая миграция, которая сегодня загрожает экономическому взрослению, коллапсу, фактически промисловости, отсутствие квалифікованных трудовых рабочих кадров. Поэтому единственная возможность остановить трудовую миграцию, это радикальное сближение доходов украинцев. Саме тому ми наполягаємо на том, чтобы были зарплати подняты в новом году, в 2019 году, как наследок будут перерахованы и пенсии, потому что пенсии привязаны до зарплат. Как наследок будет взрослась экономика. Найкращая поддержка для бизнеса, чтобы у людей были гроши. На жаль, и Порошенко, и все, кто сегодня приводит, у них або рожевые окуляры, або они слепые, когда не видят реальности из своих затишных кабинетов. А реальность поляга и в том, что людям плохо жить. И рассказывать их сказками, готовить, как все доброе, им доброе. Большинство людей, на жаль, не так доброе, как мало бы быть. Витя, о песнях с вами говорили, вы были в хорошем настроении. Только мы говорили о реформах и бюджете, сразу настроение испортилось. Не, у меня насправді нас все нормально, я просто реаліст, я дивлюсь реально на речі, я знаю, что нужно делать в стране. На отміну від Порошенко, який минулого тижня выступил с посланием до народу, что мы там побачили? Спекуляции на теме армии, віри, мови. Чистої води передвиборчей спекуляции. Потому что, когда президент на форуме у Львове закликает, что все должны говорить украинской мовы, вся страна, для начала, он должен начать из себя. Говорить о своей родной семье украинской мовы, говорить о своем оточении Кононенко, Грановский и все другие украинской мовы. Потому что я точно знаю, что он украинской говорит только для народа. А в близком оточении и сам говорит российской. Это спекуляции чистой воды. Это способ расколювать общество. Когда говорят про веру, про мову, про армию, для меня это не является предметом выборчих спекуляций. Это очевидно для меня, как для украинцев. Что Украина должна иметь сильную армию, чтобы защищать себя. Украина должна иметь независимую церковь. Украинцы должны говорить о украинской мове. Но на этом не нужно спекулять. До веры, мовы, армии людям треба работа, зарплата, перспектива, возможность ликовать себя, мать стабильное будущее и уверенность завтра, чем у дни. Один, мову, веру, армия, человеку не нагодуешь. До речи, чтобы была и мова, и вера, и армия, треба в первую очередь мати міцную экономику, чтобы было чем финансировать и оборону, и дипломатию, и безопасность, и социальные вопросы, и так далее. А когда нам предлагают землею торговать, то силы от этого не будет. Торговать продукцией треба, выращенной из этой земли. Саме тому я наполягаю, что минулотежья Верховная Рада, которая проголосовала изменения, инициированные мною и нашей командой до Конституции, чтобы признать основу аграрного устроя Украины фермерского хозяйства, я наполягаю на том, что эти изменения более важны в стратегическом плане, чем запропонованные президентом Порошенко, изменения по ЕС и НАТО. Потому что, посмотрите, что происходит сегодня в Европе. То ЕС фактически разваливается. Вот сегодня Порошенко пропонует записать шурух до ЕС. А когда через 10 лет ЕС развалится и сникнет, мы снова будем изменения до Конституции вносить, чтобы прибраться от ЕС.